МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все, одевайтесь, как принимаете? Да, одевайтесь. А что было у нас? Скажите, пожалуйста, ваше... Какой середине есть? Этот рабочий день на фабрике номер 3 начался необычно. В небольшом кабинете, где проходят предсменные инструктажи, слесари и сварщики общались с производителями средств индивидуальной защиты. Вы работаете по всем шумным местам, где я езжу. Я думаю, небольшой тест по привлеканию ваших платышей, потому как они обеспечивают эффективность трошиного канала. То есть сыментируем тот шум, который у вас есть на рабочий листах, он равен порядка 95 дБ. Грохот машин, постоянная вибрация и воздушная пыль обрели реальные показатели, превратились в цифры на приборах. Для того, чтобы оценить эффективность защиты СИС, очень важно понимать, насколько эффективно любое СИС-дыхание прилегает к лицу. Потому что через малейшую щель могут начать проникать частицы и попадать дальше в органы дыхания в легкие. Сейчас вам нужно начать дышать глубоко, но без фанатизма. В течение одной минуты. Поэтому разработан такой прибор, у которого есть две трубки. Синяя и белая. Через синюю трубку идет забор частиц из помещения. Через белую трубку, которая присоединена к средству защиты органов дыхания, забираются частицы в прибор из подмазочного пространства. Они считаются поштучно. И прибор делит количество частиц помещения на количество частиц подмазки. У нас получается такой коэффициент, который можно приравнять к коэффициенту защиты. Замеры проводят технологи компании 3М, давнего партнера Алроса. Уже много лет продукцию этого производителя применяют на всех производственных площадках компании. Совместный проект по повышению культуры использования средств индивидуальной защиты стартовал недавно. Мы затеяли эту программу для того, чтобы привить культуру применения средств индивидуальной защиты, органов слуха, дыхания, глаз нашим работникам, для того, чтобы они имели больше информации о том, как применять средства индивидуальной защиты, в каких случаях, как правильно подобрать ее по своим антропометрическим данным, а также услышать от наших работников о тех проблемах, которые существуют на их предприятиях, так называемую обратную связь наладить, для того, чтобы в дальнейшем делать какие-то исправления, делать какие-то выводы, контрольные какие-то мероприятия провести. Все знают, очки, наушники, респираторы защищают, работать в них на производстве привыкли, но, оказывается, есть и важные нюансы. Каждый, кто принял участие в тестировании средств индивидуальной защиты, получил от технологов 3М практический совет. Одевал беруши неправильно, кажется, нужно было их имять, а я так оставлял. Даже самый лучший СИЗ, любая защита может быть сведена на нет неправильным использованием. Неправильное расположение резинок на голове, неправильное позиционирование маски. Обязательно нужно в идеале прочитать инструкцию, посмотреть на упаковку респиратора, где всегда как бы пиктограммами указано, как нужно надеть СИЗ правильно. Потому что очень важно, от правильного использования зависит ваша защита и ваше здоровье. Пока рабочие вникают в инструкции по правильному применению средств защиты, в цехах идет сбор данных. Специалисты 3М проводят замеры вредных и опасных факторов. Эта информация поможет мирненским обогатителям в оценке потенциальных рисков на промплощадке. Я специалист по развитию бизнеса в СИЗ от падения с высоты. Основная цель моего визита – это дать рекомендацию по правильному применению средств защиты от падения с высоты, привести оценку рисков и предложить оптимальные решения в случае выполнения работ на высоте. С коллегами компании «Алроса» мы осматриваем производственные площадки, рассчитываем, какие решения будут максимально подходить для данных производственных площадок, и после этого уже оставляем взвешенные решения. У нас есть четыре шага. Вот с помощью этих четырех шагов мы можем обеспечить себе защиту от пресса. Мы понимаем, что любой СИЗ – это последнее, чем мы можем обеспечить. У нас есть различные способы, которые могут быть использованы. И последний ряд убеждений – это использование средств неправильной защиты. Производственные риски обсуждали и на обучающем семинаре по культуре применения средств защиты. Его провели для работников Мирненского и Нюрбинского ГОКов. Работники общественного полномочия, инженера по охране труда будут иметь возможность услышать те новинки, которые сейчас вышли на рынках, а также узнать о тех средствах медленной защиты, как правильно применять, как правильно использовать, как правильно ухаживать за ними, как правильно подбирать именно то, что мы покупаем сейчас. Чем вредны аэрозоли? Можно ли компенсировать недостаток кислорода на рабочем месте? И как правильно подобрать респиратор для оптимальной защиты от газа и пара? Выступления спикеров семинара носили практический характер. Новая информация помогла участникам семинара по-другому взглянуть на применение СИЗ. Семинар нужны такие познавательные, элементарные, как беруши вставляются, что нужно там через голову, руку поднимать, ухо. Это новое, я такое не знал, думал, вставил и пошел. А вы пользовались такими берушами? Пользуемся, да. И до этого вы как? Неправильно, значит, пользовались? Ну, получается неправильно, да. Такая вроде бы элементарная вещь, а оказывается неправильно. Нужно проводить и собрания такие, рассказывать людям, чтобы эти люди рассказывали дальше по цепочке. И со временем мы все будем правильно пользоваться берушами. То есть как слышит ухо здорового человека? А теперь через год неприменение СИЗ на данном рабочем месте. Что заметили? То есть высокие частоты ушей. По данным статистики, снижение слуха – самое распространенное профзаболевание в России. Эксперты уверены, правильные средства защиты существенно снижают риски развития тугоухости и других профпатологий. Осознанному выбору СИЗ необходимо учить и рабочих, и руководителей. Оснащенность на окалросов, наверное, СИЗами, она одна из лучших по территории Дальнего Востока. И в действительности компания вкладывает очень много денег в обеспечение сотрудников самыми лучшими СИЗами. Мы запланировали совместно с отделом маркетинга компании «Алроса» как раз и создание видеообучающих. Для персонала, который будет проходить в обучающих классах как раз это обучение, будут дополнительные листовки, то есть брошюры, в которых люди смогут при входе в подразделения, в уголках охраны труда, посмотреть, как правильно напомнить себе и так далее. То есть все это как раз и приводит. То есть это такой комплексный подход для повышения культуры на предприятиях. Два дня работы программы в Мирном принесли богатый урожай для аналитики. Вопросы, пожелания и предложения сотрудников горнообогатительных комбинатов будут учтены, обещают организаторы. Уже в начале лета экспертная группа компании «Триэм» посетит северные площадки «Алроса». Горники Айхала и Удачного тоже смогут повысить культуру использования средств индивидуальной защиты.